Так, здравствуйте. Этот диск называется «Бизнес за 45 минут». Возможно ли за 45 минут изменить свою жизнь? Знаете, кто-то скажет «нет», кто-то скажет «да». Я тоже соглашусь. Я соглашусь, наверное, с теми, кто скажет «нет», и с теми, кто скажет «да». Конечно, за 45 минут невозможно изменить всю свою жизнь. Но я утверждаю, что за 45 минут возможно изменить направление своей жизни. За 45 минут возможно изменить то, как ты думаешь. За 45 минут, изменив направление своей жизни, в итоге можно прийти к совершенно другому результату. О чем этот диск? Для кого этот диск? В первую очередь, этот диск будет полезен тем, кто считает, что он достоин большего в этой жизни. Этот диск будет полезен тем, кто недоволен тем, что он имеет. Да, он может иметь даже автомобиль Mercedes, но он считает, что он достоин большего. И он считает, что он, к примеру, достоин ездить на Maybach. И в третью очередь, этот диск будет полезен для тех, кто готов работать, тот готов трудиться для того, чтобы изменить свою жизнь. Меня зовут Эдуард Васильев. Я из города Чебоксар. Я работаю в бизнесе. Буквально несколько слов о себе, чтобы вы знали, кто я и почему я имею право перед вами говорить. В этом бизнесе я работаю уже 9 лет. До этого я работал 8 лет в Газпроме. Образование у меня... Я закончил в Волгоградске газонефтяной и учился в Губкинской академии Москва газа и нефти. Какова причина, почему я пришел в этот бизнес? Вы знаете, сразу могу вам сказать, если бы, наверное, мне лет 10 назад кто-нибудь сказал, что я буду работать в подобном бизнесе, что я уйду из Газпрома, я бы покрутил висковое однозначно. Это однозначно. Потому что я думал, что я буду делать карьеру только в газовой промышленности. Какие причины? Первая причина – это деньги. Я не говорю, что я зарабатывал мало. Зарабатывал достаточно, зарабатывал, ну, относительно достаточно других людей. Но мне не хватало. Так же, как я знаю многим, наверняка сидящим здесь, тоже не хватает. Скажите, кому не хватает? Есть? Есть такие. У меня, моя супруга, мне нравится ее выражение, она всегда говорит. Кому-то не хватает на колготки, а кому-то не хватает на автомобиль. А кому-то не хватает на пятую по счету яхту. Но денег никому не хватает. Вот нам не хватало. У нас была и есть квартира, но мы мечтали иметь свой дом большой, комфортный, уютный. Может быть, кто-то из вас хочет иметь свой дом, кто-то, может быть, хочет сделать шикарный ремонт своей квартиры. Может быть, подарить своим детям квартиру на свадьбу, на совершеннолетие. У каждого из вас свои цели в этом плане. У нас был автомобиль, но хотелось иметь хороший автомобиль, в конце концов. И не так, чтобы купил один раз хороший автомобиль, а потом все, что осталось, по наследству оставил своим детям. Хотелось ребенку дать достойное образование. Я сейчас говорю не про то, на что денег хватит. Я говорю про в самом деле серьезное достойное образование. Но, наверное, больше, чем все это, на первом этапе мне хотелось заходить в магазин и смотреть на ценники. Вот меня реально вот так вот достало. Кто понимает, о чем я говорю? Вы знаете, вот приходишь, да, вот раньше я вспоминаю себя. Приходишь в магазин и начинаешь считать. Так, прикидываешь, сколько у тебя в кармане и что там на прилавке. Вещи покупал, я не знаю, как вы, но я покупал по принципу. Вначале на ценник смотришь, цена устраивает, примеряешь. Цена не устраивает, отскакиваешь в сторону. Хотелось путешествовать, в конце концов, повидать разные страны мира. Вот все, что я так долго сейчас перечислял, упирается в одно единственное слово. Деньги. Есть, конечно, тип людей, которые говорят, что у них в деньгах счастье. Вы знаете, что я могу таким людям сказать? Только одно. Попробуйте сделать один эксперимент. Раздайте все свои деньги, которые есть у вас в наличии. И попробуйте быть счастливыми несколько дней. Мне просто интересно посмотреть, как это получится. Сколько вы протянете? Я думаю, этот эксперимент очень опасен. И наверняка никто не будет делать это с собой. Некоторые люди говорят, что деньги – это не главное. Вы знаете, вот таким я людям обычно задаю вопрос. Скажи, а что главное тогда в жизни? Мне говорят, семья. Мне говорят, здоровье. Я говорю, хорошо. Я с вами полностью согласен. Семья, здоровье очень важны. Очень важны. Вот тогда вопрос. Скажите, я правильно понял, что если здоровье для вас главное, ваша семья как минимум раз в полгода ездит в лучшей профилактории? Для профилактики своего здоровья. Да или нет? Чаще всего мне говорят нет. Я говорю, я правильно понял, для вас главное здоровье. И у вас дома, для ваших детей, круглый год на столе и зимой стоят свежие фрукты. Да или нет? Чаще всего мне говорят нет. Я говорю, вы знаете, может быть не стоит за этим красивым словом прятаться от реалии жизни. Есть люди, которые говорят, что главная семья. Я полностью с вами согласен. Полностью. И для меня главная семья. Но тогда вопрос. У каждого ли члена вашей семьи есть отдельная своя комната? Где он может просто побыть сам собой. Он может сделать ее такой, какой хочется видеть. Да или нет? Чаще всего мне говорят нет. Я говорю, скажи, если для вас главная семья, я правильно понимаю, что у вас никогда не возникает вопросов, споров по поводу того, что какие подарки делать близким и любимым, куда съездить отдохнуть, потому что у вас хватает денег на все? Чаще всего мне говорят нет. Друзья, вот без денег семья и здоровье будут в любом случае неполноценны. Кто согласен с этим? Спасибо большое. Итак, вторая причина, почему мы пришли в этот бизнес. Первая – это деньги. Вы знаете, кстати, по поводу денег. Нам нравится одно определение слова «деньги». Деньги – это чеканенная свобода. Свобода принимать решения, где жить, как отдыхать, какие подарки делать близким и любимым. Вторая причина, почему мы начали искать что-то другое – это запасной аэродром. Просто на нашем предприятии разыгралась одна ситуация, я вам просто ее опишу, и вы все сразу поймете. Зам генерального директора подставил шефа генерального сняза и зам на его место. Что точно делает новый генерал? Новый генерал Лен создает новую команду. Он создает свою команду. И был яркий пример, когда многих людей просто с огромным опытом, с огромным стажем просто увольняли и на их место сажали угодных себе. Только в «Газпроме» такое происходит, да где угодно. Вы знаете, однажды у меня на встрече был человек, который, ну, не совсем серьезно, может быть, с самого начала начал слушать о том, что я говорю. Я ему задал вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, а сколько вы зарабатываете? И он с гордостью сказал – 80 тысяч. Ребята, достойная цифра? Наверняка в каких-то регионах, да, и для кого-то это достойны деньги. Я ему задал один единственный вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, сколько в этот момент людей думают только об одном? Как бы подставить вас и на ваше место сесть самому, посадить своего сына, племянника, друга, брата? Как вы думаете, сколько в этот момент людей думают только об одном? Как занять ваше место? Вы знаете, надо было видеть глаза этого человека. Буквально за несколько секунд было ощущение, что в его глазах пролетела вся жизнь. То есть, дай бог, чтобы у вас был хороший доход, дай бог, чтобы вы занимали хорошие должности. Просто задумайтесь об одном. Сколько людей думают только об одном – как занять ваше место? Вот две причины, почему мы пришли в этот бизнес. Деньги и запасной аэротроп. Какой бизнес? Я сейчас об этом как раз вот и буду рассказывать. Но прежде чем я начну рассказ об этом, Вы знаете, я скажу одну вещь. Наверняка вы слышали уже об этом. Если хочешь быть счастливым – учись у счастливых. Хочешь быть богатым – учись у богатых. Хочешь быть успешным – учись у успешных. Вы знаете, то, что я буду сейчас вам рассказывать, я не стал из пальцев усасывать. Я просто привык учиться у успеха, у успешных людей. Первый человек, который на меня оказал очень большое воздействие для моего успеха – это был Роберт Киосаки. Знаменитый автор, знаменитый книг «Богатый папа, бедный папа», «Квадрат денежного потока», «Школа бизнеса». Кстати, если вы не читали эти книги, я вам однозначно рекомендую. Вообще эти книги должны быть в библиотеке любой семьи. Эти книги, они очень хорошо раскрывают глаза на экономику. На экономику не в первую очередь ни страны даже, на вашу экономику, экономику, бюджет вашей семьи. И вот Роберт Киосаки в своей книге дает очень хорошее объяснение, как люди могут зарабатывать деньги. Четыре источника – работа, работа на себя, владеть бизнесом и заниматься инвестициями. Вы знаете, вроде бы две линии и четыре буквы. Вроде бы все так просто, но на самом деле, вот за этой простотой есть очень-очень глубокий смысл. Как я его увижу, я хочу с вами поделиться. Итак, работа. Работа по найму. С 8 до 5, с понедельника по пятницу, один раз в год отпуск. У каждого свой график. Кто-то сутки через трое, двое через двое. У каждого свой график. В «Газпроме» я работал вот в этом квадрате. Что из себя представляет вот этот квадрант? Что вот эта часть квадранта представляет из себя с финансовой стороны? Она представляет себе вот следующий график. Я его даже нарисую. График выглядит следующим образом. Если вот этот вектор мы отметим как доходы, доллары либо рубли, а вот этот вектор как годы, Смотрите, что получается. Вот это доходы. Тысяча рублей, тысяча долларов. Это годы. Мы рождаемся. Идем в садик. Идем в школу. Идем в институт. На этом этапе наши доходы чаще всего на нуле. Потому что финансово нас поддерживают наши родители. Потому что финансово мы еще сами не зарабатываем самостоятельно. С какого-то промежутка времени каждый начинает зарабатывать сам. С какого времени вы начали зарабатывать? Кто с какого? 18 лет. Кто еще с какого? Кто помнит? 19, 15 лет. У каждого свой возраст, с которого вы начали зарабатывать деньги. Ну я примерно пишу 20 лет. Кто-то раньше, кто-то чуть позже. Хотя, вы знаете, я встречал людей, которые умудряются на родительской шее усидеть до 30, 40 и даже больше. Вы знаете, этот феномен только в России, по-моему, есть. Когда пенсионеры на свою пенсию умудряются не только сами прожить, но еще и своих взрослых детей содержать. С 20 лет, к примеру, человек начинает самостоятельно зарабатывать деньги. Сразу высокие доходы. Да я бы не сказал. Опыт растет, стаж растет, квалификация растет, его доходы растут. Если все идет нормально. С течением времени каждый человек выходит на планку своих доходов. Потолок, так называемый. Если ты бухгалтер, максимум, ты можешь стать главным бухгалтером. Если ты инженер, максимум, можешь стать главным инженером. И то на предприятии всех инженеров, только один становится главным инженером. Понимаете? Потолок, все. И каждый человек к определенному времени, чаще всего это после 35, 40 лет, доходит до потолка своей зарплаты. Иногда мне восклицают, но ведь зарплату повышают. Друзья, вы замечали, что одновременно повышается абсолютно все? Проезд, стоимость продуктов питания, транспортные и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому каждый у человека наступает потолок. А потом многие ждут такой период. Вы его все знаете. Пенсия. Что происходит с этим доходом? Падает. И вы правильно говорите. Резко падает. Притом, заметьте, очень резко. Так, не постепенно, а резко. Если у тебя сейчас был доход в 15-20-30 тысяч, зарплата была в 15-20-30 тысяч, то с завтрашнего дня, если ты на пенсии, твоя пенсия падает в разы, просто в разы. Я не буду сейчас затрагивать о том, что ожидает в будущем пенсионер. Потому что многие из вас прекрасно понимают, что сейчас очень сложная ситуация. Потому что кормить пенсионера уже будет в перспективе некому, просто. Это тема отдельного, совершенно отдельного разговора. Финансовая жизнь людей, живущих в этом квадрате, выглядит таким вот образом. Знакома? Знакома. Уверен, многим знакома. Когда я спрашиваю многих людей, скажите, кто хочет такую финансовую жизнь? Вот за 9 лет я еще не встречал ни одного желающего. Ни одного. Вот когда вопрос возникает, почему некоторые живут еще в этом квадрате? Почему некоторые еще зарабатывают деньги в этом квадрате? Я слышу разные выражения. Да? Стабильно, надежно. А как по-другому? Вы знаете, на самом деле все это выражается одним словом. Это привычка. Это просто привычка. Это просто привычка жить так. Просто привычка. Родители так жили? Дедушки, бабушки так жили? Привычка, друзья. А кто слышал о том, что есть привычки, которые ведут к деньгам, а есть привычки, которые избавляют от денег? Есть привычки, которые ведут к деньгам, а есть привычки, которые избавляют просто от денег? Кто хочет такую финансовую жизнь? Никто мне говорит. Я говорю, а почему некоторые так живут? Некоторые говорят, все стабильно. Я говорю, ребята, где стабильность? Скажите, может быть где-то вот здесь на каком-то этапе произойти сокращение? Запросто. Скажите, может быть здесь где-то на каком-то предприятии вообще реорганизация производства произойти? Конечно. Это стабильно было в 70-е, это стабильно было в 60-е годы, в 80-е годы, потому что альтернативы не было другой. Мир изменился, все изменилось абсолютно. Вы знаете, я вам хочу рассказать одну историю, которая на меня в свое время произвела просто неизглядимое впечатление по поводу мнения, по поводу точки зрения. Вы знаете, однажды одному политическому, ведущему политическому деятелю в России задали вопрос. Скажите, пожалуйста, а вопрос задал журналист одной газеты. Скажите, пожалуйста, как так получается? Вы в свое время с пеной у рта отстаивали коммунизм, а сейчас с пеной у рта отстаиваете демократию. У вас что, никаких личных принципов нет? Вопрос с подкорбойкой. Знаете, что он ответил? Очень грамотно ответил. Да, вы правы, я в свое время с пеной у рта отстаивал коммунизм, а сейчас с пеной у рта отстаиваю демократию. А знаете почему? Просто когда я получил дополнительную информацию, Я ее проанализировал, и на основе этой информации я смог изменить свою точку зрения. Не стыдно менять свою точку зрения. Стыдно ее не менять, получая дополнительную информацию. Понимаете, в чем дело? Да, я в свое время считал, что вот это надежно, стабильно, гарантированно. Но когда я увидел, как людей могут сокращать, когда я увидел, что здесь очень часто по карьере растут не те, кто более грамотные, а те, у кого связи есть. Вы знаете, я начал менять свою точку зрения. Потому что не стыдно менять свою точку зрения. Стыдно ее не менять, так как мир меняется. Так как мир меняется. Скажите, пожалуйста, а можно здесь серьезные деньги зарабатывать? Можно. Конечно можно, друзья. Конечно можно, но просто нужно прекрасно понимать, что здесь для этого тоже нужно заплатить свою цену. Скажите, первое. Знания должны быть здесь, чтобы тебе платили достойно зарплату. Не просто формальное образование, а именно ты должен быть профессионалом в этой деле. Профессионал – это означает большой опыт. Профессионал – это означает хорошее образование. Профессионал – это означает не просто знать, а уметь. Знаете, чем отличается профессионал от любителя? Очень большие разницы есть. Профессионал от любителя отличается не просто знаниями. Знают многие, а именно умениями. Знать и уметь — это два разных понятия абсолютно. Следующий момент. Скажите, чтобы здесь серьезно деньги зарабатывать, чтобы зарабатывать достойную зарплату, ты будешь работать с 8 до 5? Не уверен. Не уверен. Знаете, один мой руководитель знакомый говорит, я ухожу на работу, мои еще спят. Я прохожу, они уже спят. Неограниченный рабочий график. Неограниченный рабочий график. Скажите, пожалуйста, следующий момент. По поводу конкуренции. Вот люди очень любят говорить, конкуренция — конкуренция. А есть ли здесь конкуренция? Сходите к любому... в любом городе есть биржа труда. Вы там увидите, что такое конкуренция. На рынке труда жесточайшая конкуренция. Просто жесточайшая. 26 учебных заведений Чуваши выпускает каждый год новых юристов. Ребят, конкуренция жесточайшая. 26 учебных заведений Чуваши каждый год выпускают новых экономистов. Конкуренция жесточайшая, просто жесточайшая. Конкуренция. Что дальше? Следующий момент. Скажите, а по поводу здоровья? Если ты здесь зарабатываешь хорошие деньги, это чаще всего и руководители. Что у них со здоровьем? Вы знаете, есть статистика. Нервные заболевания и сердечно-сосудистые. Здоровье минус, я просто пишу всегда здесь. Здоровье минус, потому что на здоровье времени уже нет. Потому что работа на износ идет. Потому что неизвестно что. Следующий момент. Что ты можешь по наследству оставить? Ничего, друзья. Ничего. Единственное что? Только свой пример. Пример высокой трудоспособности. Следующий момент. Знаете, что самое досадное будет? Вот эту историю я рассказываю очень редко, и многие из вас узнают ее только сегодня, наверняка. Я работал в Газпроме. Вообще из очень успешной семьи. Мой отец был зам генерального директора одного предприятия. Моя мама была главной, исполняла обязанности главного бухгалтера в Газпроме. Знаете, что самое интересное? Когда произошла смена руководства на нашем предприятии, она стала неугодной руководителю. И буквально за один год до пенсии. Ребята, ей осталось один год. За один год до пенсии ее уволили с предприятия. Нашли предлог, как уволить. Нашли предлог, как сократить. Понимаете, в чем дело? Я наверняка... Вот поднимите руки, у кого есть подобные истории в жизни. Может быть, с вами произошли, с вашими знакомыми. Вы обращали внимание, что очень часто люди думают о чем-то тогда, когда это теряют. Люди очень часто думают о деньгах, когда их нет. О здоровье начинают думать тогда, когда теряют это здоровье. Понимаете, в чем дело? О близких начинают думать, когда теряют этих близких. Я покажу вам сегодня путь, как, не делая каких-то перемен в своей жизни на 180, на 360 градусов, как изменить вектор своей жизни. Я вам покажу сегодня. Это первая возможность. Работа на себя. Ой, работа по найму. Есть вторая возможность. Вторая возможность. Предпринимательство. Быть самому себе начальником. Работать на себя. Именно работать, друзья, на себя. Потому что вот эти люди не хотят работать на кого-то. Они выбирают работать на себя. Как выглядит график жизни вот этих людей? График жизни этих людей выглядит немножко по-другому. Если его рисовать, он выглядит вот так вот. Он выглядит вот таким вот образом. Вот эта зона плюс, вот эта зона минус, вот эта нулевая точка. Человек с какой точки начинает свое дело? С минуса. С минуса, совершенно верно. У кого есть предпринимательский опыт? У кого есть опыт? Отлично. Огромное количество. Подсказывайте мне. На что? Почему минус? На что уходит? Оборудование. Сырье. Аренда. Зарплата, если ты кого-то нанимаешь. Согласование. Согласование, сертификация, лицензии и так далее, так далее. Чем круче дело, тем круче минус. Чем круче дело, тем круче минус. Скажите, а что дальше? Если все идет нормально, что дальше? Знаете, однажды мне один предприниматель сказал великолепно. А дальше, Эдуард, в первые два месяца еще минус. Потому что любой предприниматель скажет, что невозможно всего предусмотреть. Кто согласен с этим? Невозможно всего предусмотреть. Потому что в первые два месяца опять минус. Потому что опять какие-то вложения. И только потом, если все идет нормально, постепенно, шаг за шагом, окупая вложенные деньги, ты начинаешь подходить к нулю. Ты отбиваешь то, что вложил, как говорят. А потом, если все идет нормально, если никто тебе палка в колеса не вставляет, то ты постепенно начинаешь что-то зарабатывать. Ты уже начинаешь что-то себе позволять. Вы знаете, что самое интересное? Из десяти предпринимателей, девять вот этого в полной мере не ощущают. Вот такая статистика, и ничего с этим не сделаешь. Потому что, вы знаете, многих предпринимателей, как мне в одном анекдоте рассказали, бизнес это, знаете, ну как плохая любовница. Я не побоюсь этого слова. Знаете, вложено, немерено, а удовольствия уже никакого. Вы знаете, один предприниматель однажды мне рассказал анекдот. Он, знаешь, говорит, есть анекдот про ежика. Однажды ежик решил заняться бизнесом. Он решил делом своим. Он решил покупать грибы, отваривать их и продавать. Он начал покупать грибы по рублю, отваривал их. И в итоге по рублю продавал. К ежику подходят все и говорят, ежик, ты что, сдурел? Ты по рублю покупаешь, отвариваешь и по рублю продаешь. Ежик говорит, ну пытался по рубль 50 продавать, не покупаю. По рубль 25 тоже не покупаю. Он говорит, ну а в чем тогда смысл вообще? Ну а так хоть отвар остается. Вы понимаете, вот у некоторых предпринимателей вот подобный же бизнес. Однажды мне один знакомый рассказал реальную историю. К нему приехал предприниматель, у которого свое дело на Мерседесе приехал. Крутой, в крутом костюме. Приехал деньги занимать. Он уже третий месяц не мог заплатить зарплату своим работникам. Внешне лоск есть. Мерседес, секретарша, 60 сотрудников. Сотрудников, ну денег нет, даже зарплату платить. Понимаете, удручающая обстановка, удручающая просто в этом квадрате, как такова. Потому что вот здесь есть одно слово. На себя работа. Потому что, понимаете, вот здесь работая, все зависит только от тебя, это плюс. Но есть огромный тоже минус. Потому что если вдруг, не дай бог, что здесь с тобой произойдет, вот в этом квадрате, то и ты, и твоя семья останутся просто без источника существования. Просто. Это катастрофа в этом случае. Потому что здесь очень много факторов риска. Очень много. Можно работать на себя. Можно работать. Но нужно представлять. Цена вопроса. Есть третья возможность. Бизнес. Бизнес, друзья. Бизнес. Вот бывает очень часто вот этих товарищей и этих путы. Кого можно назвать бизнесменами? Это тоже предприниматели. Но у этих предпринимателей, в отличие от этих, очень много свободного времени. Вот эти предприниматели, могут ли они оставить свое дело на три месяца, на полгода, и приехав, увидеть бизнес процветающим? Многие мне говорят нет. Потому что, понимаете, если... Это не только предприниматели. Врачи, которые, ну, к примеру, зубы лечат. Зубы лечишь, деньги есть. Не лечишь, денег нет. Можно хорошие деньги здесь зарабатывать? Можно, друзья. Но опять же, давайте поговорим вначале, прежде чем перейдем к этому об этом. Знания нужны здесь. И при том очень серьезные. Профессионалом нужно быть здесь. Профессионалом. Однажды я одному предпринимателю задал. Скажи, я говорю, а ты можешь кого-то нанять и научить ему, его, всему, что умеешь делать сам? Он говорит, Эдуард, нафига мне это нужно? Если я его научу всему, что я умею делать сам, он уйдет от меня и откроет конкурирующую фирму. Со мной же будет конкурировать. Поэтому вот здесь замкнутый круг. Просто замкнутый. Потому что здесь предприниматель не имеет права доверять кому-то. Потому что все на нем зациклено. Следующий момент. По поводу рабочего графика. На первом этапе, особенно на первом этапе, какой будет график работы? На 24 часа. Да, некоторые мне говорят, 25 было бы, можно было 25 работать. Неограниченный рабочий график. Скажите, по поводу конкуренции, что здесь? Жесточайшая конкуренция. Жесточайшая. Я всегда говорю, друзья, ну хорошо, скажите мне, где нет конкуренции? Попробуйте сейчас начать выпуск оконных блоков, дверных проемов, мебели, мягкой мебели, корпусом, какой угодно. Друзья, попробуйте ферму, попробуйте компьютерную, парикмайтерскую, ресторан, кафе. Да все что угодно. Такси. Конкуренция жесточайшая во всех областях. И поэтому для этого здесь нужно постоянно самообразовываться еще к тому же. Постоянно. Постоянно инвестировать обратно в свой бизнес. Быть лучше, чем другие. То есть не останавливаясь, двигаясь постоянно, постоянно. Следующий момент. Что здесь по поводу здоровья? Ребята, губительно. Опять же, сердечно-сосудистый. Нервные заболевания, всеразличные, разные. Будут здесь помощи. Можете себе представить, вы открыли магазин, представитель соседнего магазина, приходит, слушай, чем тебе помочь. Что сделать, чтобы у тебя был лучший бизнес? Вы понимаете, я иронизирую, конечно. Потому что здесь нет помощи. Скажите, а здесь есть помощь? Можете себе представить, пришел молодой бухгалтер, главный бухгалтер приводит его к себе в кабинет и говорит, слушай, я ставлю задачу перед собой научить тебя всему, что я умею делать сама. Надо это главному бухгалтеру? Опять же нет, друзья. Опять же нет. Потому что вот здесь и здесь очень жесткая конкуренция. Сейчас здесь просто переизбыток. Огромный переизбыток. Что такое бизнес? Что такое бизнес? Вот, друзья, бизнес. Некоторые, может быть, на первом этапе пугаются этого слова. А в этом нет ничего страшного. Бизнес – это дело. Бизнес – это по-другому дело. Но только не всякое дело можно назвать бизнесом. Почему? Потому что есть три слова, которые относятся к бизнесу. Первое – это сеть. Второе – это система. И третье слово – это команда. Сеть, система и команда. Что это означает? Если у этого предпринимателя один магазин, то у этого сеть магазина. Если у этого предпринимателя возле магазина устроили ремонт дороги, то прибыль магазина может рухнуть. Потому что вы знаете, что если раскопали, к примеру, теплотрассу весной, то ее закопают в лучшем случае к зиме. И в итоге вот на полгода бизнес может просто, дело вообще может просто состоять. У этого предпринимателя сеть магазинов. Понимаете, у нас в Чебоксарах был случай. Сгорел один крупный торговый центр. И многие предприниматели, у кого была одна точка, одна торговая точка вообще по городу, они просто потерпели огромный крах. Они просто. Я знаю даже случаи, когда люди наложили на себя руки. Понимаете, потому что у них было только одно дело. И все в это было вложено. Бизнес – это сеть. Сеть магазинов, сеть автозаправок, сеть закусочных, сеть кафе. Понимаете, в чем дело? Но это еще не все. Мало беды создать сеть. Самое главное еще наладить систему, чтобы это все функционировало. И вот успешные здесь умеют налаживать такие системы. Они умеют выстраивать систему работы. Так, чтобы это все функционировало без их присутствия. Потому что у них есть четко слаженная команда. Кто здесь занимается системой поставки товаров? Он сам. Здесь есть люди. Кто здесь занимается учетом контроля? Он сам. Здесь для этого есть команды, люди. Знаете, здесь у этого человека, у бизнесмена, есть один очень важный плюс. У него есть время. У него есть время жить. У него есть время с детьми общаться. У него есть время наслаждаться этой жизнью. Самый главный бесценный фактор. Потому что вот здесь постоянная бега. Потому что здесь, чтобы увеличить доход, свой доход, что нужно делать? Больше вкладывать времени. Потому что здесь твой доход напрямую зависит от того, сколько времени ты уделил работе на кого-то, либо работе на себе. Вот здесь же, чем лучше создана твоя система, чем глобальнее твоя сеть, тем больше времени у тебя освобождается. Вы знаете, бизнес – это свобода в полном понимании этого слова. Бизнес – он для тех, кто хочет жить свободно. Скажите, для кого свобода – не пустой слух? Кто хочет свободы в полном понимании этого слова? Я уверен, на этот диск сейчас смотрят люди, которых достало уже. Достало жить вот здесь, либо здесь. Я просто помню себя, самый страшный день для меня был. Это воскресенье вечер. Кто меня понимает, о чем я говорю? Потому что в воскресенье вечер для меня было самое страшное время. Потому что мысль была одна-единственная. Завтра нужно идти на нелюбимую работу. Вы знаете, когда я провожу мероприятие на большой зал, я всегда задаю вопрос. Поднимите руки, кто из вас имеет высшее образование? Либо там, ну, средне-специальное. Однажды был зал, там 600 человек, все подняли руки. Ну, практически все. Я говорю, держите руки. Оставьте держать руки те из вас, кто работают по специальности. Часть, львиная часть, зал опустила руки. Я задал следующий вопрос. Оставьте руки держать те из вас, кто доволен своей заработной платы. Из 600 человек руки оставили держать человек 10-15. А дальше я задал еще один вопрос. А теперь оставьте держать руки те из вас, кто уверен в своем завтрашнем дне и кто доволен перспективами, которые вас ждут в будущем. Ребята, ни одной руки. Ни одной руки. Понимаете, о чем речь? Вот это было актуально в прошлом веке. Не даром Киосаки разделяет. Прошлый век, это был индустриальный век. Да, развивались те, кто открывали свои дела. Да, развивались те, кто работали где-то. Ребята, сейчас начался информационный век. А информационный век, это век тех, кто умеют создавать сети, тех, кто умеют создавать системы. И тех, кто умеют работать в команде и создавать вокруг себя команду. Как это делается? Каким образом? Вы знаете, мы об этом тоже будем говорить. И это разговор вообще отдельного, может быть, отдельная тема. Итак, бизнес – это свобода. Свобода времени, свобода финансовая в том числе. Есть четвертый источник дохода. Называется инвестиция. Инвестиция – это когда деньги работают за тебя. Инвестиция – это, вы знаете, это не просто спекуляция. Ты вложил куда-то, да, и ждешь, что у тебя там погнимется. Это намного глубже. Я не буду затрагивать очень подробно эту тему, потому что в этом вопросе я еще не наставник. В этом вопросе я еще пока ученик. Я учусь. Учусь у тех, кто преуспел здесь. Но вот здесь я успешное наставник, потому что в этом квадрате я уже 9 лет. Любого могу научить быть успешным здесь. Любого. Но тут очень интересный момент. Смотрите. Скажите, пожалуйста, кто из вас, кто смотрит диск, для кого из вас очень важна защищенность? Есть такие среди у вас? Финансовая защищенность? Да. Мне говорят, да, я хочу защищенности. Я говорю, вы знаете, чтобы быть защищенным, нужно, чтобы именно просто хотя бы даже защищенным. Тебе нужно иметь источник дохода в двух квадратах. Тебе нужно иметь источник дохода в двух квадратах. Если ты сейчас работаешь по найму, если ты работаешь по найму, тебе нужно начать создавать бизнес. В двух квадратах имеется в виду левая, либо правая половина. Левая, либо правая половина. Потому что только это тебе может дать защищенность. Скажите, пожалуйста, если вдруг, не дай бог, на следующей неделе или завтра будет сокращение, на что будет жить ваша семья? Сколько протянет ваша семья? Понимаете, в чем дело? Это очень важный вопрос. Задумайтесь об этом. Следующий момент. Если вы имеете свое дело, вам нужно иметь свое дело и создавать параллельно бизнес. Вы можете также заниматься, само собой, инвестициями. Можно совмещать с инвестициями. Но вот этот вопрос. Вы сейчас поймете, почему в инвестиции лучше идти через бизнес. Вы сейчас поймете, я вам покажу, почему в инвестиции лучше всего идти через бизнес. Но прежде чем мы пойдем дальше, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, с какой половины квадрата вы хотите получать свой основной источник дохода? С правой. С какой? С левой или с правой? Делать вам. Что вы делаете сейчас для того, чтобы получать свой основной источник дохода с правой половины? Я вам могу сказать тем, кто в первый раз смотрит этот диск, тем, кто в первый раз видит то, что я вам сейчас показываю. Вот с сегодняшнего дня вы начали изменения в своей жизни. Что в итоге приведет к совершенно другим последствиям. Итак, смотрите. Смотрите, очень интересный момент. Очень интересный момент в следующем. Вот для того, чтобы начать заниматься инвестициями, скажите, а кто хотел бы заниматься инвестициями? Кто хотел бы, чтобы деньги работали на вас? Ребята, я тоже хочу. Я тоже хочу, чтобы деньги работали на меня. А скажите, а куда инвесторы вкладывают свои деньги? Они вкладывают сюда? Нет. Они вкладывают сюда? А куда они вкладывают? Они вкладывают в бизнесы. Друзья мои, чтобы стать грамотным инвестором, запомните, чтобы стать грамотным инвестором, нужно вначале стать профессионалом в квадрате бизнеса. Потому что грамотный инвестор вкладывает свои деньги в бизнес. Грамотные люди имеют источники дохода из двух квадратов. Из квадрата бизнеса и из квадрата инвестиций. Вот это, друзья, уже не просто финансовая защищенность. Вот это называется финансовая свобода. Если вы слева из половы, половина квадрата, это защищенность. А вот если вы в бизнесе и плюс еще занимаетесь инвестициями, то вы получаете полную финансовую свободу. Поэтому я еще раз подчеркну момент. Чтобы стать грамотным инвестором, первое, что необходимо, стать грамотным бизнесменом. Нужно понять бизнес и внутри. Я в бизнесе в этом квадрате 9 лет. И я еще не могу сказать, что я вот здесь профессионал. Потому что я еще здесь учусь быть очень крутым профессионалом. Но придет время, когда мы с вами будем получать огромные доходы здесь. Итак, кому нравится эта идея? Кому интересно, как попасть в бизнес-квадрат? Интересно? Как попасть в бизнес-квадрат? Каким образом попасть в этот квадрат? Есть один, точнее два пути быстро. Есть один долгий путь и есть два более быстрых. Первый, более долгий путь. Какой? Это создать собственную бизнес-систему. Первый путь создать собственную бизнес-систему. Что это означает? Просто кто-то когда-то создал сеть, к примеру, магнит. Бизнес-система налажена, функционирующая. Все великолепно. Но я понял просто в один момент, что мне это пока не под силу. Потому что для того, чтобы создать собственную бизнес-систему, во-первых, нужны огромные финансовые ресурсы. И выражающиеся не в миллионах рублей, а в миллионах долларов. Чаще всего. Создать собственную бизнес-систему. Это первый путь. Есть второй путь. Я его совмещу с третьим. Второй путь. Найти наставника. Найти наставника, который здесь профессионал. У которого уже есть своя бизнес-система. Найти этого наставника. Говорят, ну я вот задумался в один момент. К примеру, если подойти к Потанину и сказать, слушайте, я хочу, чтобы вы были моим наставником. Возьмет ли он меня в свои ученики? Не уверен. Не уверен, друзья мои. Потому что таких желающих огромное количество. Просто огромное. Вы знаете, есть третий путь. Сетевой маркетинг. Есть третий путь. Называется сетевой маркетинг. И вот в сетевом маркетинге, что самое интересное, есть уже готовая бизнес-система. Потому что в сетевом маркетинге не нужно напрягать свой мозг о том, как наладить систему поставки, как наладить систему рекламы, как наладить систему разработки новинок, как наладить систему, к примеру, учета, контроля, получения лицензии, сертификации и так далее. Все это уже функционирует. Что самое интересное, в сетевом маркетинге нет финансового риска. Вы знаете, просто слово сетевой маркетинг, многие просто его настолько избили. Я просто хотел бы поговорить с вами немножко об этом слове, о сетевом маркетинге. Что такое сетевой маркетинг? Давайте рассмотрим просто непредвзято два этих слова. Маркетинг. Возьмите любой словарь. Маркетинг – это продвижение товара либо услуг. Сетевой – посредством сети. Сетевой маркетинг – это продвижение каких-либо товаров или услуг посредством сети. Кто-то посредством сети продвигает продукты питания. Перекресток, магнит, рамстор. Кто-то посредством сети продвигает нефтепродукты. Татнефть, Лукойл, Чувашнефть. Понимаете, в чем дело? Это сеть для продвижения каких-то продуктов либо услуг. Сетевой маркетинг. Вот что такое сетевой маркетинг. Однажды на встречу мне один мужчина задал вопрос. «Эдуард, а почему не все относятся к сетевому маркетингу серьезно?» Я могу ответить на этот вопрос. «Почему не все относятся к этому серьезно?» Потому что в определенный момент некоторые люди начали сетевой маркетинг показывать как лотерею. Начали показывать его как работать по принципу, но чтобы ничего не делать. Ребята, вы знаете, в любом из этих квадратов можно преуспеть только одним способом – упорным трудом. В сетевом маркетинге преуспеть можно только одним способом – упорным трудом. Здесь трудиться надо, здесь работать надо. Просто можно работать с умом, а можно бестолково. Когда мне кто-то начинает говорить, что сетевой маркетинг – это там надо продавать, распространять или еще что-то. Я говорю, вы знаете, это вот все, что угодно, то, что вы сейчас сказали, но только не про сетевой маркетинг. Потому что это совершенно не то. Это абсолютно не то. Потому что сетевой маркетинг работает совершенно по-другому. Потому что успешные люди здесь работают совершенно по-другому. Это очень важно понять. Как они здесь работают? Мы сейчас поговорим чуть позже об этом. Но теперь смотрите, один очень важный момент. Что необходимо для того, чтобы вот здесь стать успешным? А необходимо желание. Желание изменить свою жизнь, в конце концов. Необходимо желание улучшить жилищные условия, улучшить доход. Необходимо желание, необходима мечта, необходима цель в жизни. Как угодно это можно сказать. Вы знаете, в свое время я услышал одну притчу, которая перевернула все мое сознание. Я расскажу вам две притчи. Первая притча, следующая. Во времена Великой Американской Депрессии в Америке жил один магнант. У него было производство по всему миру, и поэтому его, вот этот кризис, не затронул его бизнес так сильно. У него была самая крупная коллекция экзотических животных. Однажды один из его слуг ему сказал, что в его коллекции не хватает одного зверя, который обитает в Гималайе. Оказывается, никому никогда не удавалось не то, чтобы поймать, а даже подстрелить этого зверя. Он был настолько свободолюбивый, что не подпускал к себе никого. И тогда этот магнант загорелся идеей заполучить этого зверя в свою коллекцию. И он собрал экспедицию, они отправились в Гималайи. Когда местные жители узнали об этом, с какой целью он припал, они рассмеялись. На самом деле никому никогда не удавалось не то, чтобы поймать, а даже подстрелить этого свободолюбивого зверя. На что магнант сказал, я поймаю и поймаю целое стадо этих животных. У него была цель, амбициозная цель. Ему дали проводника, экспедиция отправилась в путь. Через месяц с гор спустился один из проводников и сказал, в ужасе, в восхищенном ужасе, сказал старейшины, вам надо это увидеть сами. Старейшины отправились с горы, и когда они взобрались на одну из вершин, они увидели, что в долине пасется целое стадо этих животных. Целое стадо в загоне. Они недоуменно подбежали к магнату и говорят, как, как, как тебе это удалось? А что он сказал? Вы знаете, все очень просто. Просто я взял самый мощный бинокль и начал издалека наблюдать за повадками этих животных. Я начал издалека наблюдать, что они любят. И я увидел, что они любят одну траву, которая растет высоко в горах, и я увидел, что они любят сладкую траву, которая растет в мизинах, в долине. И тогда я дал слугам задание накосить два стога такой травы и установить в места, где наиболее часто видели прохождение этих животных. Однажды один зверей, пробегая мимо этого стога, попробовал. Ему понравилось. Не надо самому по горам лазить. Не надо самому по низинам лазить. Не надо самому добывать себе пищу. Все уже готово. Кто-то накосил для тебя стог травы. И так каждую ночью не устанавливаясь лежа из стога этой травы. Через некоторое время ни одно животное, а целое стадо начало приходить на эту прикорку. Не надо думать. Не надо думать о том, как деньги зарабатывают. Извините, траву искать. Все уже кем-то придумано. Одной из ночей они покупали лунки по периметру этой долины. Следующую ночь они установили столбы. Следующую ночь они начали устанавливать перекладину, но каждое утро животных ждали свежую стога этой травы. Животным, насколько это понравилось, они уже обленились даже в какой-то мере. Не надо по горам лазить, не надо напрягаться. И в последнюю ночь они установили врата на эту изгородь. И когда на следующий день стадо зашло, врата захлопнулись. Вот таким вот образом целое стадо свободолюбивых животных оказалось в загоне. Знаете, мне стало жутко. А дальше магнат сказал следующее. Вот после этих слов у меня слеза появилась за себя. А дальше магнат сказал следующее. Вот таким вот образом я управляю жизнями тысяч людей. Просто каждому человеку нужен свой кусок травы. Кому-то нужно 10 тысяч в месяц, и он доволен. Кому-то нужно 15 тысяч в месяц, и он доволен. Вы понимаете, в чем дело? В жизни преуспевают не те, кому повезло. В жизни преуспевают не те, кто в струю попали, как некоторые думают, или кому-то фартило. В жизни преуспевают, как в спорте, как везде. Победители те, кто ставят четкие цели и достигают их. Вот именно в бизнесе, друзья, именно в бизнесе, и именно в жизни преуспевают те, которые знают, чего они хотят. Может быть, вы хотите сделать ремонт в своем доме. Может быть, вы хотите дать достойное образование своим детям. Пропишите для себя. Просто сядьте и пропишите. Есть хорошее упражнение. Пропишите все, что вы хотите. И сколько это еще стоит. У вас все сразу на свои места встанет. Четыре квадрата. И потом не говорите никому, что вы не знали этого. У каждого человека есть выбор. Вы знаете, мы с Наташей всегда говорим, судьба это не случай, судьба это выбор. Каждый человек имеет выбор принимать, делать или не делать, принимать информацию или не принимать информацию, использовать ее или не использовать. Когда человек любит уповать на судьбу, не уповайте. Это выбор, ваш выбор. Вот сейчас у вас будет два выбора. Принять эту информацию или нет. Это ваш выбор. И жизнь пойдет своим путем. Какой выбор вы сегодня сделаете, решать принимать решение вам? Решение только за вами. В любом случае. Мы работаем с компанией Reflame. Это очень известная компания. Это очень мощная компания. Это компания, которая с 67-го года на мировом рынке. Это компания, которая в России с 91-го года, с декабря месяца. Это компания, которая пережила 98-й год кризис. Это компания, которая вырастила огромную плеяду мощных, зарабатывающих, сильных, амбициозных лидеров в нашей стране. Вы знаете, об этой компании я могу говорить очень и очень много. Наверняка вы слышали об этом бизнесе, вернее об этой компании. В любом случае. В чем идея бизнеса с компанией Reflame? В чем смысл бизнеса с компанией Reflame? Вот для того, чтобы рассказать об этом бизнесе, я всегда перед собой ставлю задачу ответить на 5 вопросов. Первый вопрос. В чем смысл бизнеса? В чем смысл? Потому что, понимаете, сколько людей, столько смыслов они увидели в Reflame. Если кто-то увидел смысл с каталогом бегать, он, соответственно, зарабатывает на каталоге. Если кто-то увидел смысл людей приглашать, он, соответственно, зарабатывает. А что вы скажете, если я вам скажу, что в Reflame 8 видов заработка? 8, друзья, вы не ослышались? 8 видов заработка. Когда мне говорят, я все знаю про этот бизнес, я говорю, скажи, про какой бизнес ты знаешь? Продавать надо, это первый вид заработка. Людей приглашать, это второй вид заработка. А там их 8. 8 видов заработка. В чем смысл? Расскажем. Второе. Откуда здесь деньги берутся? Откуда здесь деньги берутся? Откуда деньги берутся? Потому что, если вы обратите внимание, у меня здесь нет косметики. У меня нет сумки на плече с косметикой. Даже я всегда говорю, если вы меня попросите что-то вам продать, я ничего продавать не буду. А деньги платят. А вот откуда они берутся? За что их платят? И какие здесь деньги можно заработать? Вот об этом мы тоже с вами поговорим. Третье. Я вам покажу, что здесь делать надо. Что делать надо? Потому что здесь трудиться надо. В любом случае. Потому что здесь трудиться надо. И те, кто говорят обратно, те, кто говорят, что делать ничего не надо, они врут. Просто наглым образом врут. Трудиться надо везде. Вы знаете, я вам скажу эту фразу, и запомните, пожалуйста, ее на всю жизнь. Она вам пригодится. Не ищите место, где работать меньше надо. Ищите место, где есть возможности больше для заработка. Ищите место, где есть больше возможностей для заработка. Вы знаете, я не обещаю вам в Арифлейм легкую жизнь. Но я вам гарантирую жизнь обеспеченную, интересную, насыщенную. И вы будете здесь получать море удовольствия. Удовольствия от всего. У вас будут новые друзья, у вас будут новые знакомства. Вы будете зарабатывать, вы будете делать близким подарки. Вы будете... Просто задумайтесь на секунду. Скажите, пожалуйста, кто из вас хочет испытать один ник в своей жизни? Просто задумайтесь над этим. У кого из вас есть родители? У кого еще живы родители? Есть. У кого нет родителей, может быть, вспомните своих близких. Вот представьте себе картину. Вы приходите домой, усаживаете своих близких и говорите. Мама, папа. Или там, дорогие мои. Знаете, я так вам благодарен. Я так вам благодарен за то, что вы у меня есть. Потому что именно вы всегда вселяли в меня силу. Именно вы даете мне энергию, чтобы развиваться дальше. И в этот момент вы достаёте путёвку в путешествие по Средиземному морю. Скажите, кто из вас хочет испытать вот этот миг? Понимаете, в чём дело? Вот на что я вас зову. Не просто на деньги, а на те возможности, которые дают. Что для этого делать нужно? Покажем. Четвёртый вопрос. Кто обязан помогать? Потому что это новое дело. Само собой, это новое дело. А любому новому делу нужно учиться. У кого учиться? Да у тех, у кого получилось. Да у тех, у кого получилось. И даром говорят, если хочешь зарабатывать 10 тысяч, учись у тех, кто зарабатывает 10 тысяч. Хочешь зарабатывать 100 тысяч, учись у тех, кто зарабатывает 100 тысяч. Я вам покажу именно тех людей, и как они вам будут помогать в этом бизнесе. И пятый вопрос. Результат. Какой результат можно здесь для себя получить? Вы согласны с тем, что цена вопроса играет? Цена вопроса играет роль. Цена вопроса играет роль. Какой результат вы можете получить для себя здесь? Просто задумайтесь, пожалуйста, на секунду. Что изменится в вашей жизни, если вы сейчас ничего не предприняете? Ничего. Что изменится в вашей жизни, если вы займетесь этим бизнесом, но вдруг по каким-то причинам не получится? Ничего. Но что изменится в вашей жизни, если вы займетесь, отнесетесь к нему по-взрослому, и у вас получится? Все. Вот вопрос «все» – это зависит от того, что вы хотите, чтобы изменилось в вашей жизни. Понимаете, время – очень важный фактор. Пока одни думают, успешно это уже делают. Знаете, я даже скажу больше тем, кто смотрит эту запись. Вы уже этим бизнесом занимаетесь. Бесплатно. Вам просто за это деньги не платят. Как? А вы увидите. А вы увидите на встрече, вам покажут, как вы, уже делая этот бизнес, делаете его, но вам за это деньги никто не платит. Вы его делаете, что самое интересное, каждый день. Бесплатно. Потому что, понимаете, что дело, большие деньги зарабатывают те, кто умеют делать его легко, в удовольствие, с улыбкой на лице. Понимаете? А мы знаем, как это делает бизнес. Легко, в удовольствие. Так и больше никак. Просто запомните, есть один фактор очень важный – время. Еще раз повторюсь. Пока одни думают, успешно.